На все хорошо будет, так что никого я не подведу. Особенно у меня создавшие такие хорошие, они во всем мне помогают. Где я нашкодила, конечно, но, как говорится, они мне помогают. Наталья Горбачева, мама четверых детей, попала в сложную ситуацию несколько лет назад. Проблемы с употреблением алкоголя дали себе знать. Дети оказались без должного внимания матери. Сердобольные соседи обратились в службу опеки. Реакция была незамедлительной. Проверки и визиты домой были для Натальи большой и неприятной неожиданностью. Страх потерять детей заставил ее заняться своим моральным обликом и здоровьем. Наталье пришлось обратиться за медицинской и психологической помощью, чтобы прийти в себя и с ясным умом бороться за свою семью. Сотрудники социальной службы, заметив старания, решили ей помочь. Есть та ниточка, за которую надо тянуть. У Натальи это любовь к сельскому хозяйству. Она деревенский житель. Она выросла тоже в семье, где все члены семьи занимались сельским хозяйством. И она понимала, действительно, мы когда ее спрашивали, Наташа, ну как, что тебя может удержать? Она говорит, я хочу корову. Мы вот заключили с ней соцконтракт в феврале месяце, приобрели корову. Вот. До этого был приобретен вот этот вот большой дом, потому что дом был с печным отоплением, старый дом. Сейчас Наталья живет в просторном доме и имеет свое подворье. Старший сын с радостью помогает маме пасти корову и ухаживать за другими животными. Мы все делаем дома. Мы там на вовсе возим. Кто дует, кто сену потаскает. Вот тут у нас зимой обитает Амик, а зимой несутся. Там у них нашесть все. Социальные работники все еще постоянные гости в доме Натальи. В последнее время они навещают ее не из-за недоверия, а скорее, чтобы убедиться, что все хорошо и стабильно. В селе Большая Кандала все хорошо знают друг друга. В маленьких населенных пунктах, как известно, очень быстро распространяется информация об образе жизни соседей. Сейчас хорошо, слава Богу, пить бросила. Завела корову, два огорода картошки сажала, дети. Ну, играет около двора, так сказать. Прям за ум взяла, сдай бы Бог. Каждый утром молочко издает, корову гоняет, не пьет, и молодец. Российские органы опеки не перенимают европейский стиль работы с семьями. То есть не изымают детей без объяснения причин из-за сплетен соседей или малейших доносов. История могла бы закончиться трагично, если бы детей просто отняли, не дав матери ни единого шанса на исправление. Чуткость и человеческое отношение социальных работников помогли Наталье встать на ноги. Разумеется, если бы она сама не захотела изменить свою жизнь, исход ситуации не был бы таким позитивным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова